Здравствуйте, друзья! Пробую с вами наладить связь в деревне. Это нелегко, уже говорил-говорил, а связь прекратилась сама по себе. Вторая попытка. Есть ли о чем поговорить? Я считаю, что есть. Вот, смотрите, пусть будет пока вот так стоит, так оно почему-то лучше видно. Вот, мы в моем саду. Это самый первый участок. Когда-то начиналось все с картофельного поля. Участок продолжался вот туда еще метров тридцать, и это было десять соток, и все. И кто бы знал, что мне удастся вырастить такой сад. Я сам не знал. Вот, у меня подталкивался какое-то непонятное, что-то такое. Вот, все команды я получал из сна. Не шучу, можете вызывать эту самую санитаров, но я серьезно говорю, все и сна. Вот. Прошли годы, деревья подрастали. Вот видите, прямо перед вами абрикос Амур. Сейчас его ветки уже сюда не заглядывают, он перерос, то есть они теперь лежат вот на этом вот, на этой крыше. С этой крыши снимали абрикосы, они, то есть получилось так, что каждая из веток давала по 3-4 ведра, и наступил такой момент, когда собирать стало невозможно. Помогла крыша, потому что ветки ложились на крышу. Вот, но внутрь уже не залазили, а для меня был самый, ну как бы сказать, как раньше говорили, понт, когда ветки свисают над столом. Вот он стол перед вами, а за моей спиной точно такой же абрикос. Вот, и точно так же ветки свисали, и я угощал съемочную группу Корсенского телеканала. Вот. Может быть, многие даже видели это, как это звучит, когда прямо перед носом висит гроздь абрикосов, а в стакане с чаем булькает чего-то. Здорово, да? Дальше, к чему я говорю? Вот там, за этим абрикосом, вот этим вот, который прямо перед нами. Наверное, здесь я прямо на экранчике, на вот этом, я же снимаю с помощью фотоаппарата. Там видно далеко, дальше и левее, значит, растет, он практически не виден. Чернослив, волжская красавица. Это дерево я получил черенок в 1992 году от царства Небесного Чернышова Лео Петровича, моего друга и в какой-то степени наставника. Вот. По крайней мере, настоящий ученый поверил в меня. Это было так здорово. И вот это от него, и вот с 1992, это получается 8 лет в том веке, и 23, 30, 31-32 года вот этому дереву. И в прошлом году я вам показывал одном из фильма, у меня их уже не сотни, нет, тысячи. Вот, я вам показывал на нем висели плоды, я вас угощал настоящими и даже не одичавшими крупными плодами венгерки волжская красавица. И сейчас оно еще живо, и в этом году я не срезал ни одной ветки. И опять же я полгода назад снимал, говорю, вот они ветки. Ни один не позарился, я уж таким образом говорю, ни один. Ни одной ветки не было срезано, а он еще жив, хотя он и сбит морозами страшно. Вот. У меня таких проблем много. Давайте еще проблему. Итак, ватсап. Вот. Это мой один из лучших друзей-садоводов. Это Кириллин, это, это заграница, это, 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 так, точный адрес вот прямо сейчас не найду, вот, ну пусть будет Казахстан просто. Слушаем. Валерий Константинович, доброе утро. Ну, уже день, наверное, у вас-то уже точно ближе к полдню. Посмотрел на злочечки ваш фильм. Одобрено. Ваши откровения. Очередной раз пытаетесь вы достучаться до этих небес. Ну, как бы там ни было. Хуже было бы не сказать. Все правильно. Это всегда так. Откровение. Ну, я как пример просто. Библию тоже все по-разному читают. Так же, как и Коран. Все ее преподносят по-своему. Эту книгу и ту книгу. Ну, это пример может быть неправильный, не особо идеален. Ну, как бы там ни было. Не слушают, не хотят слышать. Ну, зато вам большое спасибо. С нашей стороны как бы это читал немножко комментарии, сколько ребята там, девчата писали. Все правильно. Так и надо. А как по-другому? Опять же говорю, хуже было не сказать. Так что давайте ждем вашу вторую часть. Может быть уже и вышло я на работе. Будем смотреть продолжение. Вам всего хорошего давайте. А, кстати, еще с этими фильмами там что-то получилось нет. Ну, там уже племянушка ваша придет. Там уже разберемся. Ну, опять же, если надо, будет сообщить им. Спасибо за доброе слово. Хорошая поддержка. Так, ну ладно. А еще есть еще его голос по другому поводу. Ну-ка сейчас я попробую его найти. Так, ну хорошо. Тогда, как вы говорите, через несколько дней, там через пару дней придет племянница ваша. Еще знаете что? Я так понимаю, у вас этот браузер в компьютере настроен и в телефоне. Так, еще. Знаете, что я вот сейчас прямо не нашел, но уже не буду время терять. Это когда авторитетный садовод говорит, я рассказываю, показываю, меня не хотят слушать. Вы представляете, что творится, друзья? Не хотят слушать. Это значит, что они, их уже не переделать. Хотя это простые люди, они все равно загубят все. Но их уже не переделать. Тогда что получается? Ну, новое поколение вырастет? А мы что, с Кириллиным эти самые, два Моисея, что ли, чтобы ждать, пока вымрет это поколение? Что делать-то? Да, выставлю этот фильм. Это просто, я с вами беседую, это не учеба. Я просто с вами беседую. Вот, иногда прихожу в отчаянии. Не хотят слушать. Они же знают, как посадить дерево. Знают, что делать, что делать. По-прежнему мертвая тишина. Она не просто тишина со стороны науки, со стороны этих самых, как их называют, бюрократический аппарат-то, как он называется, администрация. Тишина полная. Она какая-то гробовая. Им действительно ничего не надо получается. Ведь предлагается новая технология. Вы знаете, что я скажу? С 19 века было уже все ясно. Я читал Шредера. Я читал, сейчас уже фамилию начинаю забывать. Греля. Грелю поверил Мичурин. И как он потом сказал, что десятки лет загубил. Вот. Но мне кажется, что они все ошибались. Вот поверьте, я опять пальцы загибаю. Шредер, Грель, Мичурин. Они прекрасные, великолепные, они гениальные селекционеры. Но почему то, что вбито было в голову на самых южных странах, там, где реша от дерева растет, его реша, но растет, у нас реша, но погибает, разницу не заметили никто сюда, перенеся всю эту агротехнику в Россию. Вот это самое страшное, что было, это самое главное, что я заметил. И сейчас, в 21 веке, все тоже, ничего не меняется. Помните, с какой злобой напали на нас эти самые выпускницы Тимирязевки? Не просто, а со злобой. Это надо было найти. Вот смотрите, причем тут мой сын? У него великолепный питомник, тысячи саженцев плодоносят по всей России. Вот, это, знаете как, когда-то царское правительство вдруг, вопреки воле местным бюрократам, ну, у них там губернаторы, администрация городов, там, этих самых, властей там этих, вот, она взяла ему царское правительство, и вдруг еще этот, его не признавала наука, все было правильно. Но царское правительство дало ему орден. Понимаете? За заслуги перед Отечеством. Помните, фильм о нем был? Как возмущались эти самые местные чиновники? Как? Посмели дать кому? Какому-то этому? Человеку, который был просто часовых дел мастером. Ну, это было. А сейчас что? Кто создает вот эту вот атмосферу? Подумайте сами. Мой сын Сергей. Я его сфотографировал. Вот. Прекрасная фотография, которая должна войти во все учебники. Прекрасная. Он стоит возле холма, специальный холм. Вот. Как он сделал? У него в руках лопата. Вот. Его никто не знает. Он не знает этих, и сейчас не знает. У него свой мир, хоть он агроном, у него есть диплом. Вот. Но этот мир, он не знает ни этих выпускниц. Он никогда в этом не общался. Он живет в своем мире. Он зарабатывает деньги. Он сидит на кране. Родина решила, что на кране он больше пользы принесет, выпуская алюминий, чем в саду. Хотя я считаю, что он принес бы тысячекратно больше, если бы работал в саду. В ученом саду. Вот. А кто создает атмосферу? Не зная его, наверняка не запомню. Только зная, что он Железов сын. Может быть, даже имени не знаю. Берется фотография, выдергивается с моего сайта, где он стоит с лопатой. Делается размером в два раза меньше спичечного коробка. Он стоит и показывает ценнейшая фотография, как надо садить этих самых. Он нагреб холм, он обсыпал его этими самыми, отступив метра полтора, обсыпал этим самым старым перегноем. Вот. И стоит, опершившись на лопату. И вот это злобное такое, знаете, вот. А он, как там было написано, ну, смысл такой. А у вашего сына такой злобный взгляд, как будто он готов лопатой убить или дать по голове. Я потом... А у меня фотография нормального размера, да? На весь экран смотрел я на этот злобный. Я сам фотографировал. Вот. Зачем она это сделала? Зачем? Вот просто... Вот то, что ее поправили, то, что она выглядела глупо вот в этом... Вот в этом самом... Свой совет дав уничтожить эту грушу, потому что у нее ветки неправильные, низко расположенные. Фактически дав команду уничтожить грушу. Вот. Четыре страшные раны и остаток 20% крови остается после отрезки на кольцо. Вот. И вот не знаю, как это выглядит-то. Ну, выглядит так. И вот это... Вы понимаете, в этой атмосфере перейти на новую технологию, да? Что нельзя отрезать эти ветки. Им Бог миллионный лет создавал это. Миллионный лет. Это беспощадная борьба с природой, с катаклизмами, с ледниковыми периодами, с затоплением совсем. Создано совершенное дерево. Абсолютно. Груша. У которой из тех местах она совершенная, где очень мало дождей. И очень сухо. И очень далеко от грунтовой воды. И она выпускает стержевый корень на глубину 10-15 метров дойти до воды. А эти дамы учат... Не дамы, а их научили резать корни. Отрезать центральную корню. И сейчас, пожалуйста, включите... Вы узнаете, что центральный корень не нужен. Это сегодня, сейчас пропагандируют по интернету. Наоборот, отрезать. Боковые будут пышные. А смысл центрального корня человек не знает вообще. Зачем он нужен? Он не знает. А у груши практически все ветки вертикальные лезут вверх. Караул неправильное дерево. Но попав в более сырые места, она сгнивает. А что такое центральная... Как это? Почти все ветки центральные. Это чтобы не дать, чтобы вода ползла по штамбу. Штамб не промокал и не сгнивал. Они не знают этого. Это же так просто. Но для этого нужно было... Ну, наверное, не знаю, как получилось, что до меня этого никто ни разу не сказал. И посадка в ямке, где сгнивают эти же самые груши. Яблони терпят груши, сгнивают сразу. Вот это вот. А с таким отношением. Ну, когда у нас появится нормально все? Ну, завтра вебинар, завтра понедельник. Ну, что-то я готовлю опять. Ну, опять, получается, я шашкой махаю. Опять, получается, я с горечью говорю то, что сейчас творится. А почему получается так? Наверное, ребята, кто меня слышит, от вас это тоже зависит. Переслать ролик. Я смотрю, с каждым месяцем, с каждым годом просмотров все меньше. Значит, никто ролики не пересылает. А поставить ролик, сказать, вот, дружище, посмотри, у тебя же сад загнулся, загибается. Ты давно рукой махнул. Давай еще раз попробуй. Всего тут надо. Это, 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 это. Полца хватит, чтобы научиться садоводству новому. Тут, наоборот, чем проще, тем эффективнее. Вот это я хотел сказать. Вот. Ну, что тут еще можно увидеть? Можно увидеть. Чтобы не вставать. Ноги болят, руки болят. Вот, как у той, этой самой, помните, я не дот рассказывал. Собирается дама у колодца и говорят, ну, новости, когда-то это было, вместо интернета было, вместо телевидения. Новости, сплетни. Одна жалуется, жалуется, жалуется. У меня руки болят, ноги болят, плечи болят. Печень екает, это самое, почки тренькают. Вот. И все устали от нее. Уже боялись подходить к колодцу. Замучила она их этими стонами. Наконец, одна не выдержала. Говорит, да что ж ты, это самое, тут там плачешься. У тебя каждое утро мужики из окон вылазят. А она берет, фыркает и говорит, ну, вот, бабы, один единственный орган у меня не болит. И то позавидовали. Так вот, друзья, у меня не болит только один единственный орган. Вот он, язык. И я вынужден говорить, говорить и говорить за всех вас. Сейчас мы с братом создали 4000 фильмов. И еще, правда, не только с братом, еще с другими помощниками. Вот. Это невероятное количество, потому что когда-то у нас просмотров было. Начинал с этим Сафроновым. Еще с детскими друзьями. Просмотров было вначале сотни тысяч, потом десятки тысяч, потом тысячи. Сейчас, дай бог, 300, 500, 800. Вот. Это очень мало. И я сказал брату, брат. Вот. Считаю, что этот главное, возможно, даже, хоть он электромеханик, специалист, и всю жизнь работал. И много чего достиг. И сейчас он опять несколько соток картошки со своей спиной опять посадил, окучил, прислал фотографию. Главное, наверное, предназначение этих фильмов. Почему? Только наберешь обрезка, и ты видишь 100, 200, 300 фильмов, как уничтожить дерево. Прямо, говорю, как уничтожить. И только 201 или 301 мой. Как надо спасать дерево от этих учителей. Вот. От таких, как выпустить стимирязевки, в частности. Вот. От этих, от феи с телеканала Бобер. Сколько вреда принесли. Ужас. Не знают меры. Только бы это, наговорить на эту, на гонорар. Только бы наговорить. И этот гонорар называют «Сребреники». Вот. Абсолютная невежа. И вот получается, что мы можем взять только одним. Только количеством фильмов, чтобы куда. Сейчас так редко бывает. Вы знаете, случайно наткнулся, схватился за голову. Да я теперь, да мы вот сейчас. Вот. А нет ли у вас косточек? Кстати, в кране редко еще. Вот. А если любой из вас. Несколько. Я уже сколько призывал. Бесполезно. Все меньше и меньше. Падает интерес садоводства в целом. Вот. И как этот наш друг с Казахстана, Иван Федорович, горько сказал. Не хотят слушать. Вот. На том уровне, где можно было все решить в один день. Все решить в один день. Выступление. Несколько тезисов. Десять, двадцать. Из уст уже не железово. Меня никто не пустит на высокую трибуну. Меня не пустит никто на центральное телевидение. Рылом не вышел. Вот. Не поможет ничего. Что я кавалер ордена славы. Что я ветеран труда. Что я изобретатель лучший в Норильске. У меня, как принято говорить, исправка есть. У меня и дипломы есть. Вот. И целая пачка изобретений. Вот. В саду ничего, долго не пришлось изобретать. Она говорит, в глаза лезет. В глаза лезет. Вот. Представляете, на вебинаре, на этом или следующем, я еще раз вернусь к этой теме. Опять. Караул. Это. Самая. Кометь срочно вырезать. Да что, с ума сошли. Дерево заживило себя с помощью комедии. Кометь болезни. Какой-то дурак. Потому что не видеть этого, вообще не видеть этого, это надо быть даже не просто неопытным там садоводом. Это надо быть дураком. Но этому дураку потом присвоили звание классика садоводства. И никто не оспорил до сих пор, что вы с ума сошли. Я ору, ору. А меня слышат только вот. Вот видите, вон там сосед на меня оглянулся. Наверное, потому что удивляется, чего я тут ору. Вот. И больше никто не слышит. А вы знаете, а кстати, вот соседский дом. Не буду его показывать, как-то неудобно. Вот он слева. До него метров 40-50. Вот. И вот тут росла его яблоня. Я ее посадил. Но за это время сменился хозяин. А я по привычке, значит, подошел. Она росла только вверх. Отрезал верхушку, чтобы она дала пышную крону. Это нормально. Какой мне устроил скандал человек, который в жизни не посадил ни одного дерева. Вот. Еще один пример. Еще расскажу. Я все еще бываю на рынке. Иногда. Случайно. Вот. На рынке продают в этом году вообще удивительно. Обычно двухметровые продавали. А в этом году тысячи трехметровых саженцев. Ужас. Корни какие, догадывайтесь сами. Догадались. Вот. Их невозможно. И они все погибнут. Ну, разве что оставили несколько веточек. Самого низу, чуть выше корни, вылезет, может быть. И то не сразу. Все это мертвичина. Готовая мертвичина. А кто их учил обрезать? И у меня тот мой любимый старый случай. Ну, сколько? Года три прошло. Мне очень разговаривал с дамой. Я очень уважаю. Она, по крайней мере, привозит саженцы. Но не импортные. А Минусинск скупает у местных авторитетов. И возит. Причем возит вплоть до Красноярска. Она называла пять или шесть пунктов. Типа Канцка, Ачинска там еще. И так далее. Вот. И, значит, у нее больше часа, купленных у нее, гибнет. И это понятно. Потому что ее уже маленько знали. И машины ее знали. Я уже получил, пусть немного, но пару отвлеков из тех же самых. Канцкачинск. Мол, приедет еще, морду набьем. А она, я когда уже не выдержал. Ну, каждый год я вижу на рынке. Я фильм с ней снял. Фильм благожелательный. Но это уже потом фильм был. А до того, знаете, что было? Слушайте сюда. Однажды я не выдержал. Я подошел к ней и сказал. Ну, у вас секретра есть, нет. Понимаете, они же в следующем году к вам обратно принесут мертвые саженцы. И вам придется возмещать. Я говорю, вы сразу не отрезайте. Испортите, это, как бы товарный вид. Вот сейчас не режьте. Ну, когда он купит, скажите. А давайте сейчас половину крона отрежем, чтобы выжило. Вот. И что вы думаете? Я ей дал добрый совет. Проходит год. Я опять весной на рынке. Вот она. Я подхожу, улыбаюсь. И она мне улыбается. Мы, несмотря на мы критику, мы не стали врагами. Мы коллеги. Мы оба торгаши. Рядом стоит человек, который купил у нее саженец. Саженец выше его роста. Извините, года три назад рассказал эту историю. Но многие же не слышали, создайте. Что вы думаете? Она меня увидела, улыбается. И сразу протягивает мне секатор. Это надо было видеть ее ухмылку. Надо было видеть ее... Как она смотрела на меня весело. И дает мне секатор. А он уже собрался уходить. Говорит, отрежьте ему верху это самое. Вот. Я беру секатор. Говорю, мужчина, вы знаете, давайте мы сейчас... Я вам отрежу. Я как бы для нее этот мастер-класс. Чтобы как разговаривать с человеком, как его убеждать. Потому что я в глазах отрежу половину его кроны. У него все будет прекрасно. Он на следующий год не принесет мертвый саженец. Вот. Если бы видели, с какой она ухмылкой протягивала мне секатор. Вот. Только я повернулся к нему, говорю, давайте это самое... Я не успел договорить. Он не ушел с этим саженцем. Он удрал. Он убегал от меня. Как от зачумленного. Или думал, правда, сбежал с дурдома. То есть я понял. Все безнадежно. Начинать надо. Как этим по пустыне. У нас садоводство это пустыня. И мы с тобой, Иван Федорович Кириллин. Вот. Будем моисеями. И долго нам эти шишки получать. Долго, долго, долго. Пока там наверху не образумится. А ты моложе меня. Хоть ты тоже не юноша. Может быть, тебя в Казахстанскую Академию Наук позовут лекции читать. Ну, было же, было же, что Назарбаев, будучи в самом соку, призвал казахстанцев найти, вернуть в Казахстан настоящий апорт Алматинский. Ну и что? В нескольких фильмах. Я специально пошел к Чернобаеву. Я говорю, Дмитриевич, рассказывай, сколько лет? 30 лет назад привез оттуда апорт Алматинский, апорт Кровокрасный. Оба этих варианта. Вот. И вот они, прекрасные плоды, огромные. Это 500 грамм, это средний вес. Вы представляете, какие чудеса? Да какой он вкусный. Он вкуснее оказался, чем в Казахстане. Меня из Казахстана привозили, у нас торговали яблоками, этим же апортом. Они были как, почему-то они были как картошка. Я с тех пор не взлюбил апорт. Но когда я начал пробовать апорт у Чернобаева, а он лично привез, да еще привез, черт молодым еще был, на даче, а потом перенес сюда. Вот. О, кстати, не уходи. Поздоровайся с народом. А то ты у нас как этот, как тоже засекреченный. Есть такое дело. Есть такое дело. Скажи некогда. Некогда, конечно. Так, я заканчиваю запись. Сейчас, вот это самое. Я как тебя увидел. Сейчас, сейчас, еще, о чем я последнее говорил, как в Стерлисе. Последнее запоминается. Вот. Так, 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 так. А, ладно. Кто захотел, тот понял. Погоди с твоей метелкой. Ты мне, так, чтобы тебя слышно было. Иди сюда. Да, мне осталось несколько минут, когда пока не отключился. Итак, Сергей, Валерий Джелезов. Не все его еще до сих пор знают. Вот так. Вот, спасибо, что присел. Оттуда будет слышно, надеюсь. Так вот сил нету после ночной смены. Значит так, виды на вырожай. Мне даже об этом подумать некогда, честно говоря, было. Ладно, это я знаю. Так, сколько у тебя процентов зашло в маньчжурских абрикосов, посаженных осенью? Ну, под сто. Я прикинул, девяносто восемь. Да, сто. Ну, нет, там мордух. Сто. Сто. Там единственный момент, там, где косточки вымолись, может. И подливали еще дрозды, которые сверху лежали. А, все. Уже не сто. А, так вы сто процентов. А, вот не сто. Значит. Ну, они разошли. Так они, весенняя посадка, они все сходят. Вот я и приехал их поливать. Понятно. Короче, девяносто восемь. Девяносто восемь и девять. Ладно. Так, теперь, значит, процент прививок, который пошел в рост. Не знаю, надо смотреть, ну, восемь и сто процентов. Ну, где восемь и сто, я тоже так видел. Да, я бы они груши, там, наверное, сто процентов с абрикосами. А вот абрикос, по-моему, девяносто где-то. Девяносто. Надо посмотреть, потому что вот они последние дни, они в этом году поздно проснулись. Вот просыпались, просыпались. Сейчас посмотрю. Не было дней пять, наверное. Ясно. Так, теперь, значит, самое главное, самое главное, да, значит, продажа. В каком плане? А в таком плане? Обеспечивши Россию? Явно нет. Нет, то есть тебе опять не хватит, Саша. Конечно. Значит, я, знаешь, это вопрос хитрый, я специального задал. Так вот, значит, я призываю всех, получите вы их осень или весной, заказывайте сейчас. Ведь скажи, скольким людям ты отказал? Сто, двести, триста? Никто, говоря, честно не считал, ну, достаточно многим. В этом году на весну саженцев больше не было. Да, и сам, ну, в общем, ладно. Нет, у меня-то как бы все нормально в этом плане, то есть просто жвачек было очень много, а саженцев уже на весну не было. Это при том, что у тебя... Большая часть закончилась осенью, и забронированы они были уже с осени на весну. Вот именно, а... Продолжение следует...